сегодня как обычно будем говорить про интеграцию чего-нибудь с битрикс24 и начнем с очень интересного сценария который мы постепенно двигаем двигаем дальше и дальше это интеграция приложений и их интерфейсов внутрь стандартных инструментов битрикс24 мы их называли всегда местами для стройки но проще для людей как оказалось назвать их виджетами виджет в карточке серым виджет в карточке телефонии и так далее так далее напомню какие места для виджетов у нас уже есть у нас есть куча встроек в серым в телефонию в этом году вот прям к этому релизу появилось еще несколько новых мест сейчас я собственно про них немножечко расскажу напомню где у нас есть строечка в серым в списках объектов это лиды и контакты компании сделки вы можете добавить свои пункты в контекстное меню и мы будем ваше приложение открывать слайдере причем передавая туда идентификатор объекта чтобы вы внутри приложения могли понять для какого объекта приложение вызвано и перестроить свой интерфейс в карточке crm есть целых два места для встройки вы можете добавить свой этап вместе со стандартными и там мы будем показывать ваше приложение можете добавить кнопочку в таймлайн есть еще третий вариант в стройке со сложным названием пользовательские поля пользовательских типов которые позволяют сделать нестандартные интерфейсы прямо вот в этой области сценарий специфический рекомендую посмотреть запись доклада максима сидоренко с прошлой партнерки он прям показывал на хороших кейсах для чего это можно использовать как полезная вещь на самом деле с карточки звонка все просто мы позволяем добавлять табы прямо в карточку сейчас эти вещи эти места сильно оккупированы решениями со всякими скриптами продаж ну потому что это понятный сценарий человек сидит принимает входящий звонок там или исходящий он общается с клиентом и прямо не выходя из карточки звонка идет по скрипту ему идут какие-то подсказки очень удобно но этим конечно сценарий не исчерпываются есть решение которые предлагают заполнять например данные о лиде прямо в карточке звонка в сокращенном каком-то виде ну то есть вариантов вагон главное что вы можете свои интерфейсы добавить стандартные не перерисовывая карточку встроившись по месту вызова вашего функционала новиночки первая новиночка это встройка в календарь который позволяет добавлять представление то есть человек продолжает пользоваться календарем как стандартным инструментом вы добавляете свое представление мы здесь показываем ваш фрейм и в нем вы рисуете все что хотите на основании данных календаря можете подтягивать внешне какие-то данные можете прям внешний календарь туда воткнуть можете сделать какое-то хитрое отраслевое представление для календаря ну например расписание занять разбитое по группам там студентов к примеру для человека это будет просто календарь но отраслевой появилась стройка в рабочей группы это вообще огонь вы можете добавлять свои приложения в виде закладок в группы самая фишка тут в том что в группах то есть extranet пользователей я специально сделал вот этот вот скриншот это extranet группа это означает что вы можете давать интерфейс для внешних пользователей и тут открываются широкие перспективы можно делать кабинета дилеров я не знаю потому что зачастую компании приглашают своих родилеров или партнеров внутрь битрикс24 в качестве пользователей рабочей групп в качестве их стороны от пользователей и теперь вы можете делать для этого отраслевые какие-то интерфейс опять ну даже уже есть решение который здесь продемонстрировано сделали для западного направления чудесную штуку burn up chart это так называемая диаграмма выгорания проекта стоит внутри рабочей группы рисует свои графики на основании задач рабочей группы дополнительный инструмент которого никогда раньше битрикс24 не было подумайте здесь реально открываются очень интересные пользовательские сценарии для реализации поскольку как я уже сказал это даже не только для пользователей битрикс24 это еще и для extranet пользователей в том числе задачи можно встроить свой виджет так же как это сделано в crm в список задач в контекстное меню в грядах и на самом деле и это же место в стройке мы показываем еще в одном месте мы показываем выпадающем меню кнопочки из чем то есть место для стройки одно показывать мы будем в двух местах сразу собственно этот сценарий я сегодня буду демонстрировать на уровне кода и на как это ближайших планах по выходу еще два места в стройке представление списка задач также как это сделано уже в календарях и бомба можно встроить свою страничку своего приложения прямо в главное меню раздела задач то есть если не хватает какого-то стандартного инструмента чпока вот туда для людей это будет так же как обычный инструмент а битрикс24 переходим к морализонскому балету значит стройка в задачи на простом кейсе который на самом деле очень часто спрашивают и почему у них продукте ну теперь он вам не нужен в продукте вы можете сами сделал генерацию счетов на основе трудозатрат по задачам если вы продаете услуги или если ваши клиенты продают услуги то это достаточно востребованная штука сгенерировать счет на основании трудозатрат которые вы можете получить из задач для того чтобы встроиться в битрикс24 используется метод плейсмент байнд рестовый у которого на самом деле очень мало параметров я сейчас буду ретроспективно потому что мы это уже показывали для строки в crm ничего не поменялось плейсмент другой у него есть два главных параметра идентификатор плейсмента то есть вы говорите мое приложение должно строиться вот сюда и урл обработчика который мы будем показывать во фрейме с вашим интерфейсом когда мы говорим про в стройку в задачи ну соответственно в качестве плейсмента указывается идентификатор который вы видите на слайде как это выглядит внутри кода значит берем создаем индекс пых пых кладем его на сервере доступным снаружи потому что если вы хотите сделать решение даже локальное для битрикс для облачного битрикс24 надо понимать что запросы будут идти из внешней сети то есть url должен быть доступен снаружи для внешних запросов и желательно конечно чтобы там был нормальный ssl не сам подписанный а такой прям нормальный в избежание проблем вот такой очень простой код что мы здесь делаем ну я здесь вывожу отладку чтобы еще раз вам показать что именно битрикс24 передает вот в этот самый фрейм который мы открываем с вашим приложением еще раз подчеркнуть что там уже все есть для того чтобы рест работал дальше мы вызываем rest функцию placement байнд я не буду показывать как вызывать реста мы делаем это на каждом вебинаре и каждом мастер-классе посмотрите записи предыдущих выступлений все сводится к простому htp запросу здесь это сделано в виде такой обертки с параметрами на основании которой формируется htp запрос и курлом тупо дергается и тут я говорю что я хочу встроиться сюда вот мой обработчик этой самой в стройке ну этим файлом мы еще займемся и называться наш пункт будет генерация с чего-то все здесь выведем что получилось если все получилось нормально rest нам вернет единичку что место в стройке произошло дальше мы идем в локальные приложения напомню что это решение которое не требует установки там через marketplace через партнерский кабинет договорим название запрашиваем нужные нам скупы crm встраивание и соответственно задачи потому что мы же хотим счет для клиента сделать нам нужно же xrm обращаться не только к задачам вставили url сохранили сохранили появился наше приложение в списке локальных переходим к решению по сути мы сейчас откроем во фрейме вот этот самый наш индекс php вот что приходит в реквесте мы сюда передаем все необходимые данные для авторизации то есть не нужен сложный сценарий с получением access токена мы его прямо отдаем во фрейме можете сохранить себе рефреш на стороне приложения чтобы использовать это для каких-то фоновых запросов неважно теперь идем в хентлер чтобы опять же на нас сильно подробностях не останавливаться сразу сюда втыкаем вызовы трех методов первый метод а дай-ка мне трудозатраты ну затраты по времени для задачи второй метод а дай-ка мне всю информацию о задачи вообще мы оттуда возьмем идентификатор привязанного к нам контакта и последний метод а собственно дай мне информацию о контакте можно конечно еще реквизиты получать там и так далее так далее мы сейчас возьмем оттуда имя фамилию не будем заморачиваться но прежде чем мы запустим вот это все давайте посмотрим а что приходит во фрейм встроенного приложения что приходит в виджет как мы поймем о какой задачи идет речь еще немножечко отладочки и it's a magic magic people control а нет не control переходим задачи собственно мы здесь уже должны увидеть нашу встройку потому что rest уже отработал ну собственно мы ее увидим как я обещал в списке в контекстном меню в списке задач и если перейдем в карточку а мы сейчас карточку перейдем я сам писал этот ролик то мы увидим встроечку в кнопочки и с чем открываем что приходит во фрейм да в общем то все то же самое но еще к тому же мы передаем контекст мы говорим куда что за место в стройке вызвано и какой объект связан с этим местом стройками по сути передали идентификатор задачи не надо делать никаких дополнительных запросов у вас уже все есть посмотрим что вернет нам rest для этого дела еще немножечко магии переоткрываем ну собственно тут все тоже очень просто мы получаем массив с трудозатратами в котором указано что делали как долго когда начали когда закончили дальше мы видим все подробности о задаче потому что мы дернули task item get по-моему да и самое главное мы видим там привязку к crm то есть можем получить идентификатор контакта и зная привязку мы дергаем crm contact get получаем name last name собственно все что нам нужно для создания интерфейса на самом деле конечно для создания всего остального сделаем красиво возьмем вот это все обернем простенькой версткой в шапку воткнем имя фамилию контакта полученную как бы рестом из crm дальше уже в цикле начнем писать в табличной части те самые наши трудозатраты трудозатрат часы трудозатрат будем нажать на полтора рубля если вы продаете услуги рекомендую поднять цену до двух с половиной хотя бы на выходе мы должны получить счет с двумя фейковыми кнопками скачать док скачать pdf здесь я должен был тоже что-то рассказывать сделал паузу ну я что-то как-то убыстрился открываем наше приложение ну и собственно видим все то же самое только в интерфейсной оберстке логик никак не поменялось никто точнее так вы можете сделать все то же самое но еще более правильным путем генерировать не псевдо счет как я здесь вот это показал а реально через рест создавать счет в crm привязывать его клиенту передавать туда позиции ну сделал все как все как положено скажем так просто за счет стройки в задачи я думаю тут все понятно особых вопросов это не должно было вызвать да сразу вопрос ну чего еще раз не понял а вот для этого нужно встраиваться скорее в crm потому что ты страиваешься с клиентом он является точкой отправной ты говоришь дай-ка мне последней задачки ты дынк и там уж отмечать то есть ну а там это уже есть вперед ну что такое запустить приложение ты хочешь чтобы мы открыли один фрейм а в него передали три идентификатора там каких-то объектов ну как то а если 100 ну это это скорее не встройка в контекст мы же сейчас все-таки говорим что мы в конкретную задачу воткнулись мы заткнулись в конкретного клиента ты хочешь место где можно собирать эти вещи в задачах как я уже сказал можно будет добавлять страничку в сам раздел там будет генерация счетов в crm пока не обещаю надо гришу уговаривать но я думаю мы его уговорим и тоже дадим такую возможность просто да будешь целой страницы добавлять а сейчас перехожу к хардкору прям вот к хардкору можно расслабиться буду рассказывать про довольно сложную штуку которая называется блин синхронизация данных тема сложная именно поэтому люди которые занимаются берут за нее много денег но задачка такая встает постоянно значит вот представим что у нас есть битрикс24 и есть вы не поверите 1с и нам нужно устроить с ней двухсторонний двухсторонний обмен это уже интересная задача сама по себе со своими сложностями но она не самая сложная более того мы ее собственно сейчас уже решили штатной интеграции скажем так переведя режим обмена на рест то есть я сейчас все таки буду рассказывать про рест мы положили пролетарский болт на коммерс мл потому что это неудобно тяжело и стрёмно и захотели интеграции перевести на рест в том числе для того чтобы партнеры могли этими интеграциями заниматься не только со стороны 1с с какими-то складскими системами еще с разными интернет магазинами в том числе не на бусе нужен некий механизм общий который бы облегчал создание таких интеграций потому что схемы бывают разные самый ад начинается когда обмен с битрикс24 происходит с несколькими точками когда у вас есть какая-то там внешняя витрина оттуда например я не знаю в битрикс24 падают заказы с клиентами дальше это мапируется например на контакты компании сделки потом это перешло в 1с там создались какие-то заказы окей у них поменялся статус они сообщили сюда мы такие статус поменялся у сделки надо поменять там у счета в это время Вася который оформил этот заказ зашел в личный кабинет и сказал что он не Вася а Петя а потом он позвонил в компанию его переключили на бухгалтерию в котором он сказал что он вообще-то не Петя а у рога и копыта и получается что у нас один клиент который присутствует в трех местах то он совершенно по-разному выглядит кого куда сливать непонятно это самое это одна из самых как бы больных вещей я сейчас не говорю о том что разные объекты могут в разных системах по-разному выглядеть одно дело как бы там сделка привязана к контакту в битрикс24 у которого есть реквизиты там другое дело это же клиент там в 1С который ну совсем по-другому выглядит я не говорю о том как он может выглядеть в интернет-магазине это вообще может быть просто какой-то там заказ с линейным набором полей вообще не разбитый никак на сути сложная тема как бы решение вот этих вот конфликтов и взаимного маппинга который к тому же еще должна постоянно работать ты что-то сказал окей значит как мы рассматриваем вот эту историю по синхронизации данных ну с точки зрения организации и кусков есть некое интеграционное приложение написанное на ресте приложение по-любому есть потому что по-другому вы не вызовите никак мы сейчас выносим за скобки историю там с входящими вебхуками потому что вы поймете чуть позже она не сработает здесь есть некое приложение которое с одной стороны умеет дергать бедрекс 24 и для этого мы ему даем растапе и это же приложение дергает ну вот этот внешний источник там интернет-магазин бухгалтерию складской учет по какому-то апе физически вот этот интеграционный модуль он конечно может прям вот здесь и находиться с точки зрения логики неважно и он должен знать бизнес логику и приемника как бы и как это назвать источника причем они и тот и другой является приемником и источником со своими скажем так особенностями вся бизнес логика должна лежать здесь но мы хотим и мы собственно так и сделали потому что один наисник наш сказал да вы устану я от вас от вашего реста мы постарались облегчить ему решение технических вещей связанных с конфликтами скажем так какие могут быть конфликты ну как я уже сказал например объект в трех местах он совершенно по-разному идентифицируется есть еще проще ситуация тот же интернет-магазин появился изменился статус заказа потому что здесь там счет мы поменяли что он оплачен мы его отдаем в приложение приложение это какой-то веб-сервис который дергает наш интернет-магазин он такой дергает интернет-магазин а интернет-магазин лежит в этот момент и мы не можем просто эти данные туда передать никак что это означает как обычно делают синхронизацию люди берут регистрируют в битрикс24 обработчики событий ну например там на изменение сделки сделка поменялась битрикс24 мы эту информацию к себе забрали попробовали сюда засунуть а у нас не получилось ну не получилось потому что он лежал интернет-магазин что должно делать приложение оно больше никогда не узнает о том поменялось там сделать ну точнее как оно знает что сделка поменялась но если в этот момент синхронизировать не получилось повторный раз ее никто не вызовет никто не скажет ну давай еще раз попробуй сделку обновить поэтому внутри приложения приходится делать журнал и там писать что я пытался обновить сделку такую то у меня ни хрена не вышло буду пробовать завтра еще ну то есть вот эта вот вся сложность с блокировками переносится вот сюда вот и каждый раз создание решения для интеграции оно превращается в большую головную боль что делаем мы мы говорим ребята мы берем это на себя и мы вам даем инструмент который называется оффлайн события они появились в в марте по-моему весной и суть их в том что приложение все так же регистрирует обработчики событий которые ей интересны на изменение тех объектов которые ей интересны контакты компании там сделки например но говорить что я не хочу прямо сейчас получать эти события вот когда они происходят я хочу чтобы ты их складывал я регистрирую вот эти обработчики событий как оффлайновые и тогда любые изменения которые с объектами происходят в битрикс24 все эти события падают в очередь и она там лежит эту очередь пока мы не будем оттуда что-то забирать при этом есть у нас двухсторонняя интеграция точнее трех с двумя разными системами у нас два приложения будет два журнала независимых каждое приложение со своим журналом вот она обработала какие-то записи оно с этим журналом и работает потому что есть разный режим обмена данными со складом там я не знаю мы раз в день общаемся с бухгалтерией нам хочется раз в пять минут разные режимы разные журналы не должны друг другу мешать и принцип становится очень простым мы накопили эту очередь дальше приложение говорит ну окей дай мне что там у тебя накопилось и мы отгружаем из этой очереди ему пакет данных помечаем этот пакет неким идентификатором и можем вот эту очередь сразу почистить а можем не чистить если приложение скажет ты мне дай но не чист пока я еще не готова тебе сообщить обработала я или не обработала эти объекты но мы их пометили это означает что следующий запрос к очереди даст ему следующие записи и вы можете писать многопоточное приложение которое одновременно будет делать кучу запросов к этой очереди они друг другу не будут мешать пачками разгребайте из этой очереди пакеты получил он этот пакет по своей бизнес логике попробовал засунуть в интернет-магазин все у него срослось он такой говорит окей я обработал это дело почисть раз мы очередь почистили или например он не засунул один заказ туда потому что интернет-магазин лег что он приложение делает оно говорит все нормально со всем этим а вот конкретно вот это вот событие ты там у себя продержи уже ошибка у меня возникла оставь его в журнале и мы его заблокируем внутри журнала чтобы следующее обновление этого объекта уже в журнал не падали пока приложение не решит эту проблему на своей стороне потому что мы бизнес логику не знаем новые обновления мешаться в журнале не будут а теперь слайды так сказать как все это выглядит мы делаем все то же самое мы говорим регистрируем обработчик события event bind это то же самое как повесить обработчик события ну обычный срабатывающий сразу мы говорим на какое событие мы вешаем обработчик но помещаем его что это оффлайновое событие это говорит о том что все изменения объектов будут падать в журнал вот этого конкретного приложения смотрим как это выглядит я тут сейчас не будет интерфейсов вообще никаких я буду показывать тупо то что раз возвращает прям вот в виде массив scope crm потому что мы работаем crm также мы указали url нашего приложения сейчас мы его будем во фрейме смотреть значит что происходит по сути у нас сейчас произошла обработка ну смысле не произошла обработка мы повесили свой обработчик сейчас вот повесим вызовем приложение мы же должны же его вызвать раз нам сказал что да я повесил обработчик ща буду тебе очередь на каплю возвращаемся туда у меня есть там стандартные заготовки control c control v я дергаю метод event offline get это та самая команда которая говорит мне дай пачку задание из очереди и пометь их идентификатором но при этом я говорю что чистить очередь не надо пусть они там останутся я к себе как бы пометил я пометил чтобы другие процессы не могли к этим данным обратиться но чистить пока не хочу давайте посмотрим что получится ну давай уже magic надо писать ролики в ускоренном темпе они не успевают за речью что такое вообще повисло у тебя что ли что-то нет это будет контакт ну ладно короче нельзя нам сейчас это делать зря я наверно нажал не надо переключать кто там магия которая переключает все переключили да а можно чуть-чуть видео промотать так с элеганса нет будем смотреть дальше ну короче значит повторяем мы вызываем команду event bind который не отличается от стандартных кроме одного параметра event type of line сейчас мы пойдем в локальное приложение мы его там вставим там произойдет что сейчас там ничего не произойдет сейчас мы получим просто обработчик события потом мы пойдем конечно же давайте кстати вот мы как сейчас сделаем блин опять я поторопился а у нас 4 минут осталось ладно сейчас вот со следующим видео не будем спешить потому что там на самом деле будут показывать те же самые данные мы убедимся что они работают значит фактически получив вот этот пакет заданий ну я просто распечатал чтобы было видно какая структура приходит в ответ она на самом деле очень простая это список элементов не являющихся объектами там CRM или задачами это на самом деле то что мы называем событие мы там пишем идентификатор события такой-то тип события он CRM update объект связанный с событием такой-то идентификатор его отдельно почему потому что мы не с самими объектами работаем мы работаем вот с этой самой очередью и мы соответственно очередь забираем и очередь чистим и в очереди указываем ошибки не у объекта конкретного собственно вот этот сценарий я показал на том видео которое вы не видели когда мы просто забрали его и все а теперь покажу сценарий я надеюсь связанный с ошибками то есть предположим что мы взяли вот эту нашу пачку заданий и поняли что мы объект во внешнюю систему отправить не можем мы должны как-то битриксу сказать что извини чувак так быть не должно значит для этого есть чудесный метод который называется event of line error в котором указывается два параметра идентификатор процесса ну вот кстати видно как эти данные возвращаются смотрите быстрее вот 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 мы взяли отсюда message id то есть вот этот идентификатор события и процесс id идентификатор вот этой пачки заданий и мы говорим по сути что чувак вот в этой пачке заданий это сообщение мы не смогли обработать поймете его как ошибку он говорит окей он его пометил дальше мы снова сделали запрос отдай мне пачку и видим что тот объект который там был он уже в эту пачку и ни в какую другую никогда не попадет потому что он помечен как ошибка как же обработать то у нас есть отдельный метод который называется offline list он позволяет подсмотреть в очередь то есть не блокировать вот эти вот задания идентификатором а просто посмотреть что в очереди есть ничего не делать с этими данными одна минута у меня осталось я успеваю и я говорю дай мне подсмотреть все те задания которые помечены как ошибкой запускаем и видим что никуда не делся наш контактик вот он лежит гад но он помечил ошибочки теперь мы можем пользуясь этим методом в нужном нам режиме вытаскивать вот эти ошибочные записи как бы из скрытого журнала ну грубо такая аналогия что то с ними делать на внешнем источнике и когда нам нужно когда мы понимаем что мы во внешний источник их засунули мы можем почистить это дело чистится это все так же просто как и получается для этого есть еще один метод rest который называется вы не поверите clear сейчас будет control c control v control c control v будет сейчас будет сейчас все то же самое когда мы хотим почистить мы берем идентификатор процесса берем идентификатор сообщения ну собственно вызываем метод очистки с этими параметрами можно вычищать за один раз несколько сообщений потому что вот этот идентификатор события это массив вот вот сюда вот вот сюда вот сейчас вот мы вставим clear да чтоб ты какой я быстрый это массив то есть можно с одной операцией почистить сразу кучку ошибок в журнале ну собственно дальше наверное показывать особо не буду потому что весь смысл то и так понятен мы очистили об ошибке изменения за которыми мы раньше следили и продолжают падать в наш журнал то есть мы продолжаем работать в штатном режиме мы взяли на себя по сути так я уже сказал техническую сторону этого вопроса не логику стоп сколько у тебя еще слайдов у меня да все один последний слайд ретроспективный что было сделано в 2018 году по поводу REST ну самый важный наверное вот вы слайд и сами прочитаете остановлюсь на том что мы сейчас начали рефакторинг REST и готовим к выпуску новую версию которая сделана по уму вы этого не слышали сейчас мы это затеркнем REST разрабатывался в общем-то поэтапно как вы знаете сейчас мы понимаем что нужно сделать безобразно но единообразно на самом деле красиво и собственно к этой задаче мы приступили постараемся ну может быть до конца года в начале следующего уже выпустить хотя бы в бета версии новый REST который будет красивый понятный удобный единообразный и включать в себя много новинок то есть мы уже начали заниматься этой работой ждите счастье вам придет я нажал но ничего не произошло наверное меня совсем отключили да тебя уже наверное совсем отключили я думаю что без вопросов потому что ты уже отобрал время у Евгения я проанонсирую следующий доклад нет давай проанонсирую я спасибо тебе большое мы тебя еще поймаем сейчас в этих самых я остаюсь здесь никто никуда не уходит сейчас будет очень интересный доклад спасибо спасибо